Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Собрали букет, но не цветов, а инфекций. Анализ воды в Буйнакске выявил дизентерию ротовируса и норовирусы. Беда не приходит одна. Пожар в городе Дагестана сменился селевым потоком. О трагических последствиях смотрите в выпуске. Награды нашли своих героев. Одних при жизни, а других, к сожалению, посмертно. Сергей Мельков вручил госнаграды отличившимся дагестанцам. Развивать сельское хозяйство или расширять свой карман? В Ергебельском районе фермера будут судить за мошенничество. Буйнакск, Водоканал, прошли обыски после массового отравления жителей города водой из-под крана. Как сообщает Следственный комитет республики, сотрудники ведомства изъяли документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Они также осмотрели лаборатории, где производится хлорирование воды и ее исследование. Все детские учреждения Буйнакска должны быть переведены на карантин. Такое поручение дал глава Дагестана на совещание в связи с массовым отравлением людей. Участие в нем приняли руководители профильных ведомств, городов и надзорных органов. На встрече подробно обсудили принятые меры по недопущению распространения инфекции. Под Минстроем вы должны корректировать все службы жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего Буйнакск, Водоканал. Соответственно, Минздрав и Роспотребнадзор не комментируют, вы понимаете. У вас здесь задача есть, есть режим видеоконференц-связи, ежедневно в 17 часов проводить заведение оперативного штамма по результатам доклада представителей поэкспрессии. Ваша главная задача сегодня – это работать с населением, как главой города. Это все, о чем мы говорили сегодня, подворовый обход, работа с теми службами, в том числе с представителями бизнеса, которые могут на ситуацию так или иначе повлиять. Дизентерия, ротовирусы и норовирусы – это весь коктейль, который нашли в результатах анализа воды. По данным Роспотребнадзора, на водопроводе произошла утечка, после чего в резервуары попала грязь от нелегальных стоков. Отметим, что с острой кишечной инфекцией госпитализированы 84 человека. Общее число зараженных составляет более 270 горожан. Ландшафтный пожар в Ботлихском районе ликвидирован. Напомним, что в окрестностях села Муни 6 июня горела сухая трава и кустарники. Его тушение осложнялось труднодоступностью местности. В ликвидации пожара участие принимали 125 человек. Это сотрудники МЧС, работники лесничества, а также местное население. С одним стихийным бедствием справились, но новое ждать пришлось недолго. На этот раз на Ботлихский район надвинулся огромный селевой поток после ливневых дождей. В населенном пункте Кижани он унес 6-летнюю девочку. Тело ее нашли в 6 километрах от села. Также грязевая река поглотила несколько голов крупного рогатого скота. Селевой поток сошел на дорогу республиканского значения Грозный Ботлих, Кузах, Араканская площадка. Движение перерезано, но дорожные службы расчистили временный проход. Сообщается, что от наводнения также пострадали дома местных жителей. Точный ущерб нанесенной стихии пока только оценивается. Для этого на место ЧП выехала оперативная группа МЧС. И к другим темам. Сергей Меликов передал золотую звезду супруге Героя России Фархада Худайнатова. На церемонии также присутствовали мать, сестра и дети прапорщика. О присвоении ему высокого звания стало известно в начале мая. Худайнатов стал 11-м Героем России из Дагестана с начала СВО. Фархад прожил свою жизнь ярко, стремительно и погиб как герой, проявив исключительную доблесть, отвагу в ходе специальной военной операции. Сегодня глава региона также вручил госнаграды и отличившимся дагестанцам. Тожественная церемония проходила в историческом парке Махачкалы. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России. За проявленное мужество Сергей Меликов наградил троих жителей республики, спасших людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге. Гаджи Мурат, Садулаев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов увидели, как пассажирский транспорт упал в реку и бросились спасать людей до прибытия специальных служб. Государственных наград были также удостоены и военнослужащие, а также учителя, деятели культуры, многодетные матери, волонтеры и меценаты. Далее в эфире обзор новостей в рубрике «Дайджест». Жители Дагестана обвиняют в хищении около 4,5 миллионов рублей. В Гергебельском районе судят бывшего председателя сельскохозяйственного кооператива за мошенничество. В 2017 году он предоставил Минсельхозпроду недостоверные сведения и получил многомиллионный грант. Средства были похищены при строительстве ващехранилища. В Карачаево-Черкесии задержаны несколько высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных органов. Они подозреваются в хищении 60 миллионов рублей, предназначенных для развития сельского хозяйства. По данным ФСБ, деньги не были использованы по назначению. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Платные парковки в Дагестане ведут и на дорогах общего пользования. Об этом говорится в постановлении правительства республики, которое вступит в силу с 1 сентября текущего года. Их ведут на 6 лет. Бесплатные же места будут выделены для инвалидов. Известный дагестанский камень может подожать на 200%. Такой прогноз дал старейший завод по добыче известняка-ракушечника в Дербенте. Официальная причина – аннулирование лицензии из-за жалобы на шум от производства. Отметим, что в республике из этого камня построено 30% домов. А также он пользуется спросом в Москве, где его заказывают для строительства коттеджей и дач. Студенты ведущих СУЗов и ВУЗов республики приняли участие в интеллектуальном состязании «Брейн Ринг», приуроченном ко Дню России. Образовательное мероприятие проходило в стенах Дагестанского гуманитарного института. Призовой фонд составил 50 тысяч рублей. О том, в каком формате проходила игра и какие вопросы ждали участников – в сюжете моих коллег. Вариант третий – правительство. И четвертый вариант – политические партии. Восемь команд по пять человек. На размышления всего 30 секунд. Студенты ведущих СУЗов и ВУЗов республики соревновались между собой на лучшие знания истории, культуры и законодательства Российской Федерации. Можно сказать это по количеству команд, что это заинтересовало достаточно большое количество образовательных учреждений. Здесь сами студенты выглядят достаточно заинтересованными. И качество вопросов в достаточно высоком уровне. Я настолько хороших вопросов не видел сейчас со времен ЕГЭ по обществу знания. Я приятно удивлен. Мне очень сильно все понравилось. Были очень интересные вопросы. Я, конечно, ожидал, что будут Романовы, Рюриковичи, но этого, к сожалению, не было. Но мне понравилось в общем. Игра проходила в два этапа. На первом студенты отвечали на вопросы письменно в виде тестов, а на втором устно. Наибольшее количество баллов получала та команда, которая быстрее всех давала более точный ответ. Это первый этап получается. Будет еще второй этап, а потом на основании результатов предусмотрен призовой фонд в рамках данного мероприятия, что немаловажный стимул для нашей молодежи. Один из самых важных задач для нашей страны – это патриотическое воспитание молодежи. Такого рода мероприятия, они этому и способствуют. Такие вот мероприятия, брейринги, не только посвященные ко дню России, вообще нужно часто проводить среди молодежи, чтобы они знали свою историю, свою культуру, географию, кто они есть, с какой страны, чтобы патриотизм среди молодежи, он как бы возрождался по культуру тех людей, которые живут с тобой, их историю, традиции и так далее. Это укрепляет между нами отношения. Мы можем строить новое будущее и передавать поколению то, что сохранили до нас наши предки. Официальное подведение итогов и награждение победителей состоится 13 июля в историческом парке «Россия. Моя история». Мероприятие состоится в рамках Всероссийского форума «Я люблю Россию. Россия – это мы». Организаторами выступает Минация Республики и Дагестанский гуманитарный институт. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok